И снова здравствуйте, меня зовут Владислав. И конечно же, все вы умеете возводить числа в квадрат. А как насчет возвести в минус вторую степень, например? Это вы сможете? Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик и давайте узнавать, как возводить в отрицательную степень. Кроме возведения чисел в натуральную степень, числа также можно возводить в нулевую степень и в целую отрицательную степень. Итак, любое число в нулевой степени всегда будет равно единице, кроме самого, конечно, нуля. Ноль в нулевой степени не существует. Запомните это. Итак, любое число в нулевой степени это единица, кроме самого нуля. Ноль в нулевой не существует. Поэтому 4 в нулевой степени это, понятное дело, будет единица. Чтобы возвести число в отрицательную степень, нужно воспользоваться определением. А в степени минус n это 1 делить на а в степени n. И при этом а не должно быть равно нулю. То есть, что делает минус? Минус берет и меняет дробь на взаимно обратную. А то есть, вашими словами, переворачивает дробь. Получается 1 делить на а в степени n. По определению, 3 в минус второй степени это 1 делить на 3 во второй степени. Ну и, конечно, осталось только возвести 3 во второй степени. 3 во второй это 3 умножить на 3. Это будет 9. Итого получаем дробь 1 девятая. Давайте с вами рассмотрим два способа, как посчитать число в отрицательной степени. Итак, возьмем 7 в минус второй степени. Можно это сделать по определению. 1 делить на 7 во второй степени. Получаем 1 делить на 7 во второй степени. Минус переворачивает дробь. 7 во второй степени это 1 сорок девятая. Значит, 1 делить на 7 во второй это 1 сорок девятая. С другой же стороны 7 в минус второй степени. 7 можно представить в виде дроби. Например, 7 первых. Получается 7 первых в минус второй степени. Что делает минус? Минус переворачивает дробь. То есть он меняет местами числитель и знаменатель. Было 7 первых, станет 1 седьмая. Причем сам минус в этот момент пропадает. Остается 1 седьмая во второй степени. И теперь возводим 1 седьмую во вторую. Для этого отдельно возведем числитель и отдельно знаменатель. Единица во второй это единица. 7 во второй это 49. Получаем дробь. 1 сорок девятая. Второй способ действительно будет лучше для вычисления чисел в отрицательной степени. Потому что он универсальный и его можно применить абсолютно к вычислениям любых степеней с отрицательным показателем. Давайте с вами в этом убедимся. 7 восьмых в минус первой степени. Итак, что делает минус в показателе? Он берет и переворачивает дробь. То есть меняет числитель и знаменатель местами. А сам пропадает. Итак, меняем местами. Получаем 8 седьмых. И минус в показателе пропал. Также мы с вами знаем, что любое число при возведении в первую степень не изменится и останется точно таким же. Получаем 8 седьмых. Все, что осталось, выделить целую часть. Получим 1 целую, 1 седьмую. А что если, например, возвести десятичную дробь в отрицательную степень? 0,5 в минус первой. Для того, чтобы дробь перевернуть, ее нужно сначала представить в виде обыкновенной дроби. 0,5 в виде обыкновенной это 5 десятых. И это все в минус первой степени. И вот теперь минус показателей переворачивает дробь. Получаем 10 пятых в первой степени. 10 пятых можно поделить. 10 делить на 5. Это будет 2. Получаем 2 в первой степени. Ну и любое число первой степени это будет само это число. То есть двойка. А если, например, смешанное число возвести в отрицательную степень? 1 целая, 1 вторая в минус четвертой степени. Для этого нужно взять и сначала смешанную дробь перевести в неправильную. 1 целая, 1 вторая будет 3 вторых в минус четвертой степени. И теперь минус показателей переворачивает дробь. Получаем 2 третьих. А сам минус из показателя уходит. Остается только четверка. 2 третьих в четвертой степени. И для возведения этой дроби в четвертую степень нужно отдельно возвести числитель и отдельно знаменатель. 2 в четвертой. Это будет 16. И 3 в четвертой. 81. И получаем ответ 16 в восемьдесят первых. Также степени с нулевым и целым отрицательным показателем подчиняются тем же свойствам, что и степень с натуральным показателем. Например, а в степени m умножить на а в степени n. Это а в степени m плюс n. Например, 4 в седьмой степени умножить на 4 в минус третьей степени. Итак, по нашему свойству умножить переходит в плюс показателя. Умножить переходит в плюс. Получаем 4 в степени 7 плюс минус 3. Плюс на минус дает минус. Получаем 4 в степени 7 минус 3. 7 минус 3 это 4. Получается 4 в четвертой. И 4 в четвертой это 256. Что ж, следующее свойство. А в степени m разделить на а в степени n. Это а в степени m минус n. То есть деление между степенями переходит в минус в показателе. Например, 8 в девятой разделить на 8 в минус четвертой. Деление переходит в минус в показателях. Получаем 8 в степени 9 минус минус 4. Минус на минус дает плюс. Поэтому получаем 8 в степени 9 плюс 4. 9 плюс 4 это 13. Получаем 8 в тринадцатой степени. Высчитывать мы это, конечно, не будем. Следующее свойство. А в степени m и в степени n. Это а в степени m умножить на n. Степень в степени. В этом случае показатели перемножаются между собой. 3 в третий и в минус второй. Степень в степени. Получается, что 3 умножается на минус 2. 3 в степени 3 умножить на минус 2. 3 положительное число, то есть со знаком плюс. Плюс на минус дает минус. 3 на 2 дает 6. Получаем 3 в степени минус 6. Следующее свойство. А умножить на b. Это все в степени m. Это а в степени m умножить на b в степени m. Итак, на примере. 2 в минус второй степени умножить на 3 в минус второй степени. Вместо того, чтобы отдельно посчитать каждую из этих степеней, можно взять и объединить их под общий показатель. Получится 2 умножить на 3 в минус второй степени. 2 умножить на 3 это 6. 6 в минус второй степени. Это можно посчитать. И поэтому посчитаем. 6 в минус второй степени. Для этого 6 представим в виде дроби. 6 первых в минус второй степени. А зачем мы представляем в виде дроби? Для того, чтобы минус показателя перевернул нашу дробь. И тогда мы получим 1 шестую во второй степени. И теперь возведем отдельный числитель и знаменатель во второй степени. Единица в квадрате это единица, 6 в квадрате это 36 и получаем дробь 1 тридцать шестая. И последнее свойство. А делить на b и это все в степени m, это а в степени m разделить на b в степени m. На примере 1,5 в минус третий разделить на 0,5 в минус третий. И снова же, вместо того, чтобы отдельно посчитать каждую из этих степеней и потом поделить, можно взять и по свойству преобразовать это в частные степени. То есть 1,5 делить на 0,5 и это все в минус третий. Напоминаю, что знак деления всегда можно заменить знаком дроби. Поэтому я его и заменил для упрощения. 1,5 делить на 0,5. Для того, чтобы это посчитать, умножим и числитель и знаменатель на число 10. Получится 15 делить на 5. И это все в минус третьей степени. Или же по-другому, можно просто запятую передвинуть на один знак вправо и в числителе и в знаменателе. Получается 15 делить на 5 и это все в минус третьей степени. 15 делить на 5 это будет 3 в минус третьей степени. И теперь снова представляем число 3 в виде дроби. 3 первых в минус третьей. А для чего? Для того, чтобы минус показателей перевернул нашу дробь. И мы смогли это посчитать. Итак, минус показателей переворачивает. Получаем 1 третья в третьей степени. И теперь отдельно возводим числитель и отдельно знаменатель. 1 в третьей степени это 1. 3 в третьей степени это 27. И получаем дробь 1,27. Вот мы с вами и изучили степень с нулевым и целым отрицательным показателем. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. И увидимся в следующем видео.